1 апреля стартовал месяц чистоты и благоустройства. Глава Раменского городского округа Виктор Неволин поручил директорам территориальных управлений активно включиться в работу по содержанию территорий. Первый рабочий визит главы в рамках контроля по приведению дворовых территорий в надлежащий вид прошел в Ильинке. Приоритет это безусловно содержание детских площадок и все-таки параллельно успевать убирать центральные улицы, ну и там, где вот этот навал и мусор. На сегодняшний день, конечно, отмечаю большое количество мусора по поселку. Не знаю, с чем это связано. Такого вот в прошлые годы я даже не припомню. Везде вокруг, по центральным улицам. На улице Октябрьское поселка Ильинский – большая детская площадка с разнообразными малыми формами. также отведено место для занятия спортом. У подмосковных школьников каникулярная неделя, да и погода позволяет проводить много времени на улице. В ходе осмотра двор получил положительную оценку. Также глава Раменского городского округа Виктор Неволин посмотрел территорию возле Ильинского храма. Здесь, на этой территории возле храма, это традиционная лужа, которая существует здесь уже много-много лет. И решение этому никак все не находилось, хотя подрядчики в прошлом году два назад провели работы, которые, в общем-то, должны были бы эту ситуацию изменить. Но лужа никуда не делась, она нас пережила. И Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры в ближайшие дни начинает здесь проводить работы. Уже отметки сняли для того, чтобы убрать эту лужу, и жители наконец-то про нее забыли бы. Ваши рабочие выезды по Раменскому городскому округу, по, может быть, отдаленным территориям продолжатся? Да, безусловно. Это встреча сегодня в Ильинке. А так, все территории, которые есть, я сегодня, вчера, вернее, на планерке, предупредил руководителя муниципальных казенных учреждений, что мы будем приезжать без предупреждения для того, чтобы к нам не готовились специально, не пригоняли к нам технику. Мы видим, когда это все срежиссировано. Это, в общем-то, не наш путь. Поэтому мы будем приезжать, смотреть и разговаривать с людьми и спрашивать, как эта работа проводится на территории, довольны они или недовольны. Впереди нас ожидает череда субботников. Принять участие в уборке территории может каждый из нас. Екатерина Фролова, Егор Кабанов и Андрей Минкин для программы Городские вести.